Работу платных краснодарских парковок проверит специальная комиссия. Создать ее поручил Вениамин Кондратьев. Он потребовал оценить финансовую деятельность компании, которая занимается платными стоянками. На их создание, по официальным данным, инвестор потратил 200 миллионов рублей. Однако, реально за счет бизнесменов, новых парковок в городе появилось не так много. При этом львиная доля доходов идет в карман частной компании, а не в городской бюджет. Есть ли реально созданные им парковки? Или просто он поставил турникеты, по большому счету, на муниципальной земле, на муниципальных дорогах и на муниципальных площадках. И собирает деньги в пропорции 90% ему, а 10% муниципальный бюджет. Но это совсем не то, что мы преследовали. Здесь и бюджет проигрывает, и население, и люди, и граждане, они возмущаются. Объективно правильно возмущаются. Новые парковки не создаются. Тогда в чем принцип? Улица Ставропольская. После реконструкции и создания парковок, имеется у карманов, для того, чтобы машины нормально стояли и не мешали движению, у нас открылась целая новая полоса. Владимир Владимирович, а вот это вот то, что вы третьи карманы эти создали, это за счет муниципальных денег или за счет инвестора? Ну, это создавали за счет муниципальных денег. Правильно. А почему инвесторы зарабатывают? В этом-то и вопрос. Если мы эти карманы и третью полосу сделали за счет муниципальных денег, то почему зарабатывает инвестор? Только через семь лет парковки перейдут в собственность города. По мнению губернатора, развивать сеть платных стоянок нужно, но делать это необходимо с учетом интересов муниципального бюджета и водителей. Если инвестор зарабатывает, то как минимум обязан строить новые парковки. Также Вениамин Кондратьев предложил пересмотреть формат работы платных стоянок около социальных объектов. Люди зря поднимать вопрос этот не будут. Жизнь у людей должна продолжаться. А мы ее везде пытаемся их поставить на счетчик. Но это уже абсурд. Уже в театр приехал и там опять одни искусство дают, а другие деньги собирают. Ну давайте сбалансируемся уже. Хотя бы на период тогда представления, если бы он был более-менее логичным, этот инвестор, он бы тогда делал парковки бесплатными. Но период представления. Тогда было еще пологичнее. А когда нету представления, тогда еще пусть хоть деньги берет. К слову, сейчас в Краснодаре 5200 парковочных мест.